Компания Кудерлайн приветствует вас, уважаемые гости, на нашей сегодняшней встрече, которая посвящена изменениям, которые произошли, скажем так, в наиболее распространенных программах, то есть это ERP, это зарплата управления персоналом. И, собственно, поговорим мы сегодня именно о новых классификаторах, небольших настройках, которые требуются сделать в ERP и в ZOOP. Вы видите на экране наши контактные данные и, соответственно, электронная почта, телефонный номер, телеграм-контакты. И вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гардышева Галина, мои контакты вы тоже видите на экране, и адрес нашего сайта. Если по какой-то причине, например, время проведения вебинара вам оказалось неудобным или вы не смогли досмотреть его до конца, то немного позже вы можете перейти на наш сайт. Мы выкладываем записи наших вебинаров, и вы сможете посмотреть его в удобное для вас время, ну и, возможно, найдете еще что-то для себя интересное. Как будет строиться наша сегодняшняя встреча? А нормативные материалы мы будем с вами смотреть по слайдам и будем переключаться на демо-базы ERP и ZOOP, то есть зарплату управления персоналом. Сейчас мы с вами переключимся на ZOOP. Вот вы видите заставку. И переключимся для примера на демо-базу ERP. Сейчас мы снова возвращаемся к нашим слайдам. И, собственно говоря, программа нашего вебинара будет сегодня состоять из обзора по новым формам отчетов по кадровым и по зарплатным, которые в 2023 году применяются. Посмотрим правила заполнения, как заполняются те или иные справочники в конфигурациях. Поговорим про настройки, которые необходимы для формирования новых отчетов. Самый, наверное, такой громкий – это отчет EFS-1, который действует с начала этого года, то есть с 2023. Поговорим про связь зарплатных справочников, штатного расписания и так далее. Немножечко зацепим КДО, то есть кадровый электронный документооборот. Поговорим про личные кабинеты сотрудников и про дополнительные сервисы, отчеты и так далее. Значит, собственно говоря, начнем мы с нормативной информации. С 1 января 2023 года организации ИП обязаны учитывать страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по договорам ГПХ. Но это не самое громкое, скажем так, новшество этого года, но тем не менее. Если до этого момента договора ГПХ не облагались страховыми взносами на соцстрахование, то с этого года это теперь обязательная процедура. И, собственно говоря, страховыми взносами облагаются любые вознаграждения, которые выплачиваются физлицам по ГПД, то есть по гражданско-правовым договорам. Как вы видите, здесь есть ссылочка на законодательство. То есть это 237 ФЗ, который был введен летом 2022 года, то есть прошлого года. И теперь уже как бы экономить на соцвзносах не получится. Но кроме этого произошли еще и другие изменения. То есть теперь договора гражданско-правового характера у нас, ну, во-первых, получили дополнительную кодировку. Во-вторых, для введения электронного документа оборота, ну, и в связи с объединением фондов, появились новые справочники, ну, такие как трудовые функции. Это точнее не справочник, это классификатор. И, собственно говоря, поскольку в связи с этими новшествами по договорам гражданско-правового характера может оплачиваться больничный лист, то, соответственно, и про это мы тоже немножко поговорим, но попозже, то есть со всех выплат физлицу теперь выплачиваются и страховые отчисления, но, к сожалению, воспользоваться этими страховыми начислениями ваши сотрудники, которые по ГПХ-шным договорам с вами работают, смогут воспользоваться только в следующем году. Ну, и хочу напомнить, что с этого года у нас был изменен МРОД. МРОД, как вы помните, у нас влияет на начисления по больничным листам и в некоторых других случаях. То есть в этом году у нас МРОД можно посчитать и самостоятельно, ну и, соответственно, 2,9% это у нас взносы на соцстрах в связи с материнством, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. И, соответственно, от него считаются минимальные некоторые другие пособия, но в данном случае нас интересует МРОД как основание для расчета по больничным листам. И второй момент нас интересует стоимость страхового года, который мы должны перечислить в Объединенный теперь Социальный фонд России для того, чтобы сотрудники могли рассчитывать на оплату больничных листов по ГПХ-шным договорам. Дальше еще немножечко истории, так сказать, истории и законодательных актов. Значит, когда мы с вами заполняем форму, в этом году договора гражданско-правового характера у нас немного расширилась, скажем так, аналитика. То есть теперь есть договора гражданско-правового характера, есть договора по выполнению авторских заказов и так далее. То есть вы видите на экране теперь, что действует код ОКЗ. То есть его выбирают из классификатора. И это аббревиатуры ДГПХ, то есть договор гражданско-правового характера, договор ДАВТ, договор авторский. Допустим, если вы работаете с лицензионными договорами, то в этом случае у вас может применяться аббревиатуры ДОИП и ЗЛД и ЛДПИ. Соответственно, в этом случае будут использоваться при работе в программе, будут использоваться другие кадровые мероприятия. И в этом случае мы будем использовать документ регистрация трудовой деятельности. Если мы с вами разбираем, что это такое, то есть где это живет в наших конфигурациях в 1С ЗУП, в 1С ЕРПИ, то это у нас раздел кадры. Дальше у нас отчетность, справки и журнал электронной трудовой книжки. Сейчас мы туда сходим, но немножечко пару слов еще по поводу того, что кроме договоров, теперь надо обращать внимание еще и на статус застрахованного лица. То есть это поле у нас статус застрахованного лица. И, соответственно, граждане РФ у нас будут иметь аббревиатуру ГРФ. Если это иностранные граждане или граждане без гражданства, то это будет ПЖИГ, постоянный житель иностранного государства. И, соответственно, это нужно будет обращать внимание на код категории. Это, так сказать, то, что напрямую имеет отношение к новым справочникам. Но кроме зарплатных договоров, у нас есть еще несколько, можно так сказать, административных мероприятий, на которые тоже нужно обращать внимание, потому что сейчас этому уделяется большое внимание. Это касается воинского учета в первую очередь и, соответственно, электронного документа оборота, который сейчас будет внедряться и в работе с военкоматами. Ну, давайте мы сначала с вами переключимся на конфигурацию. Например, возьмем ERP. Вы видите на слайде, что интересовать нас будет раздел зарплата и раздел договора, в том числе авторские. Напомню, что когда мы оформляем с сотрудником, с работником авторский договор или договор гражданскоправового характера, ну, то есть любой из тех, которые мы сейчас перечислили, то в этом случае мы вводим сведения про физическое лицо, заполняем очень аккуратно и подробно все поля, которые касаются его персональных данных, то есть паспорт, СНИЛС, соответственно, регистрация по месту жительства и так далее. И после этого мы создаем с ним соответствующий договор в зависимости от того, что, какую функцию, какие работы он будет выполнять. Ну, предположим, что мы хотим создать договор на оказание каких-либо услуг. В этом случае мы выбираем договоры, в том числе авторские. И уже дальше создаем, заполняем нужную информацию. В конфигурации зарплата и управления персоналом, то есть ZOOP, у нас есть настройка, раздел «Настройка». И здесь мы можем немножко быстрее попасть в интересующий нас классификатор, то есть трудовые функции. То есть мы можем трудовые функции настроить из раздела «Настройки». И вот у нас здесь есть переход к этому классификатору «Трудовые функции». Еще хочу показать один слайдик. То есть это сам по себе раздел «Трудовые функции». Говорим мы сейчас про конфигурацию зарплаты и управления персоналом. То есть после того, как мы переходим в раздел «Трудовые функции», мы с вами видим вот как раз-таки аббревиатуру, про которую мы сейчас говорили. То есть договор авторский, договор работы и оказания услуг, то есть ГПХшный, договор об отчуждении исполнительного, исключительного права на какие-то произведения науки, литературы, искусства, ну и так далее. И если мы заходим конкретно в каждую запись, то мы видим, что… Сейчас я сделаю немножко покрупнее масштаб. И мы видим, как создается эта запись, то есть что это такое. Сейчас мы с вами переключимся, еще один слайдик посмотрим, и переключимся на ERP. То есть поскольку в ERP у нас блок зарплаты управления персоналом входит в полном объеме, то есть сохранена функциональность версии ZOOP-PROF, то, соответственно, все особенности, которые есть в ПРОФ, мы с вами можем посмотреть и на ERP. Мы будем регулярно переключаться между конфигурациями, соответственно, на слайде. Но вот если мы попадаем в функции заполнения трудовых функций, то в ZOOP-PROF это расположено вот в этом меню, и, соответственно, трудовые функции у нас будут еще участвовать в штатном расписании, то есть в формировании штатного расписания, в заполнении его. И вот вы видите здесь такие же аббревиатуры, как мы с вами смотрели на предыдущем слайде. И обратите внимание на обозначение, то есть это черточка с точкой. Соответственно, если мы видим вот такую точку в каком-либо справочнике, либо классификаторе, это означает, что эти функции созданы автоматически при либо обновлении базы, либо при создании базы. И кроме них можно использовать дополнительные какие-то данные, то есть можно добавлять самостоятельно в этот список. И вы видите, что вот у меня добавлена дополнительная строка, например, слесарь, инструментальщики и так далее. И здесь уже не стоит такая точка, то есть вы сразу можете видеть, что создано изначально по умолчанию, а что это уже наше личное творчество. Итак, мы сейчас с вами переключаемся на конфигурацию ERP. И вот здесь хочу обратить ваше внимание, вот как раз этот слайд, который вы сейчас видели у меня здесь на экране. В первую очередь обратить внимание хочу вот на что. Поскольку изменений и в налоговом учете, и в бухгалтерском учете, и в регламентированной отчетности в 2023 году достаточно много, а сейчас у нас идет период сдачи отчетности за 2023 год, за первый квартал, то, соответственно, в первую очередь нужно обратить внимание на то, в каком релизе вы ведете учет, то есть какой релиз у вашей конфигурации. И я сейчас объясню, почему это очень важно, кроме того, что у вас может просто не быть, например, последних форм регламентированных отчетов. Значит, смотрим мы, какой у нас релиз вот по вот этой пиктограммке. Открываем и смотрим пиктограмма. И это информационные данные о программе. Здесь мы с вами можем увидеть, какая платформа на нашей программе и какая конфигурация используется. Как вы видите, здесь и есть обозначение 2.5.11.96. На самом деле сейчас достаточно интересная ситуация с этими релизами, потому что анонсировано, что релиз 2.5.8 – это релиз длительной поддержки. И, соответственно, там идут свои обозначения, например, 2.5.8 – 417, 434 и так далее. То есть будет не 11, а 8. Это не значит, что эта конфигурация устарела. Это значит, что у нее просто немножко другие особенности. Сейчас выпущены релизы и 2.5.11, и 2.5.12. Но вот 2.5.11.96 – это один из последних релизов. Ну и, соответственно, он содержит все последние актуальные формы регламентированных отчетов. Это и ЕФС-1, и ЕНП, ну то есть вот все наиболее громкие изменения этого года. Но 2.5.8, допустим, 434 – это тоже один из последних релизов, но конфигурация, которая будет иметь длительную поддержку. Поэтому вот на какое обновляться, вам нужно обратить внимание и выбрать, соответственно. Так, от релизов мы с вами ушли. И сейчас мы с вами посмотрим, как в ЕРП мы должны действовать в случае, если у нас появился сотрудник по договору гражданскоправового характера, как мы его должны оформить и где здесь будут у нас трудовые функции. Ну, соответственно, у нас есть меню «Зарплата». И в разделе «Меню зарплата» при приеме алгоритм такой же, как и в ЗУПе, как мы с вами только что проговорили. То есть мы создаем сотрудника, не сотрудника, работника, заполняем его данные по физлицу. То есть все, что у нас есть про него, паспортные данные, с НИЛС, если есть детки, если он предоставил там документы об этом. И после этого мы выбираем договор, какой мы с ним хотим заключить. Вот я его сейчас выберу. И, соответственно, мы попадаем, вот я выбрала промресурс, промресурс, если я уберу детализацию по юрлицу, то я буду видеть список всех договоров по всем юридическим лицам, которые у меня ведутся в базе. И, соответственно, по кнопочке «Создать» мы с вами можем выбрать, как вы видите, договор услуги, договор авторского заказа. Ну, то есть выбрать то, что нам больше подходит. Вот это у меня уже есть выбранное. То есть когда мы с вами начинаем заполнение, у нас с вами открывается вот такая табличка, которую мы можем редактировать. Ну, соответственно, мы подбираем здесь необходимую либо должность, либо функцию. И вот здесь у нас появляется поле «Трудовая функция». В более ранних релизах ее не было. Это как раз-таки вот касательно договоров гражданско-правового характера. Ну, соответственно, мы выбираем трудовую функцию и дальше заполняем, в общем-то, так же, как заполняли и раньше. Сейчас мы с вами снова перейдем к слайдикам. Вот мы с вами перейдем к слайдам. И поговорим вот о чем. То есть кроме того, что у нас введены новые отчеты, ну, в первую очередь, это отчет ЕФС-1, то есть отчет, который сдается в новый объединенный фонд соцстраха и пенсионного фонда, и, соответственно, который заменил 4 отчета, которые мы раньше сдавали в пенсионку, и отчет 4 ФСС. Это, ну, наверное, наиболее такой нашумевший отчет, который вызвал очень много вопросов и затруднений, и по нему были комментарии, разъяснения практически на всех информационных ресурсах, и у операторов ТКС, и у банков, и у юридических каналов. Но, кроме этого, сейчас еще одна болевая точка появилась, это воинская обязанность. То есть вы видите федеральный закон, который, в принципе, достаточно древний, от 98-го года, и, собственно, сейчас к нему были приняты дополнения и изменения. И эти изменения связаны напрямую с тем, что сейчас в Госдуме обсуждается рассылка электронных уведомлений, то есть с использованием и госуслуг, и других сервисов. Ну и, соответственно, поскольку этому сейчас уделяется внимание достаточно серьезное, то это связано, естественно, с мобилизационными мероприятиями, и изменились меры ответственности, которые применяются для организаций. Если раньше мы могли про воинский учет, ну, скажем так, многие его даже не вели, или, в принципе, не было каких-то жестких требований, по поводу ведения учета воинского, то сейчас эта ситуация изменилась. И сейчас отчеты военкомата требуют, естественно, повышенного внимания. А поскольку вводится вот не новый формат, то, так сказать, на новую ступень вышли требования к ЭДО, то есть кадрового документа оборота. Насколько мы помним, отчетность, которая вот в этом году новый отчет ЕФС-1, он у нас содержит сведения, которые подавались раньше в пенсионный фонд, это СЗВТД, например, то есть сведения про кадровые мероприятия, например, прием и увольнение. В этом случае на следующий день после проведения кадрового мероприятия организация должна была отчитаться и составить отчет, например, СЗВТД, отправить его в пенсионный фонд. Сейчас пенсионный фонд, сроки сохранились, то есть на следующий день после проведения кадрового мероприятия организация должна отправить отчет, только в этот раз уже не в пенсионный фонд, а в единый социальный фонд России, то есть в объединенный фонд. И в этом случае у нас возникает небольшое противоречие, то есть сдавать отчет ЕФС-1 мы обязаны в сроке, единые сроки теперь для предоставления отчетности, 25 число. Как быть с отчетностью, которая подается на следующий день? В этом случае отчетность подается не полностью весь отчет, а подается только тот раздел, где отражаются эти кадровые мероприятия, то есть прием, увольнение, перемещение и так далее. Подается только тот раздел, где содержится табличка с такими данными, это раздел 1.1.1 и естественно такая же отчетность должна подаваться и в военкомат. Но единственное, скажем так, послабление, что в военкомат такая отчетность должна подаваться не на следующий день после проведения кадрового мероприятия, а в течение двух недель. И вот теперь, когда мы создаем, например, договор гражданско-правового характера, где мы должны увидеть эти данные и как мы их должны отразить. Значит, в этом случае для использования воинского учета в полной мере, то есть чтобы к вам не возникла претензия от фискальных органов, мы с вами должны провести некоторые настройки, которые, в общем-то, касаются этой системы. И сейчас мы с вами переключимся на демо-базу ERP. Вот она у нас. И что нас здесь будет интересовать? А здесь нас будет интересовать настройка, которая активирует возможность работы с этим блоком. Напомню, что, например, в конфигурации 1С Бухгалтерия все функции, которые в программе заложены, мы можем видеть сразу. А в ERP некоторые функции мы должны дополнительно активировать, ну, то есть задать возможность их использования. Вот воинский учет относится к таким функциям. Значит, мы должны взять раздел НСИИ и администрирование, то есть нормативно-справочная информация и администрирование, и перейти в раздел кадры. Значит, мы переходим в раздел кадры и видим настройки, которые у нас уже, например, были заданы для работы этого блока. Ну, вот такие отметочки, зеленая красивая галочка, чекбокс, у нас должны стоять там, где мы используем функционал именно вот этого блока. Если мы спустимся немного ниже, то здесь у нас есть раздел воинский учет. Соответственно, мы должны обязательно в порядке проставить эту нашу красивую галочку, то есть чекбокс. Как только мы поставили вот эту галочку, у нас с вами добавилась возможность работать и с этим блоком, и появилась возможность отправлять отчеты в военкомат по поводу кадровых мероприятий. Добавился один отчет, но обратите внимание, что здесь есть еще некоторые сведения, то есть если у вас есть сотрудники, которые, допустим, не подлежат мобилизации, например, по профессиональным признакам, то есть вы можете вести их учет, то в этом случае мы должны проставить еще один чекбокс, то есть ведется учет бронирования граждан на период мобилизации. И, соответственно, в этом случае у нас появляется необходимость, во-первых, ввести учет в разрезе специальности воинского учета, во-вторых, появляется обязанность предоставлять еще два отчета. То есть, соответственно, вот эти три галочки добавляют нам три отчета, которые мы должны сдавать, но благо не так часто, как, допустим, некоторые другие отчеты, но тем не менее. То есть, вот этот флажок обязует нас, так сказать, вести отчет, который мы сдаем единоразово, а вот это, соответственно, мы должны подавать в другие сроки. Сейчас, после того, как мы установили вот эти вот флажки, мы с вами переключаемся в меню кадры, в раздел кадры, и здесь у нас появляются дополнительные справочники, которые касаются уже именно воинского учета. Вот. Ту же самую картину мы с вами можем наблюдать и в ЗУПе. То есть, сейчас мы переключимся с вами на раздел зарплата, и здесь нас будет интересовать раздел кадры. У меня уже проставлен такой чекбокс в настройках, и, соответственно, вы видите, что у меня здесь есть раздел воинский учет. Вот. То есть, соответственно, листки сообщений об изменениях, документы по бронированию, вот он наш бывший СЗВТД, то есть это сведения о приеме, увольнении и переводе, которые мы должны подать в военкомат в течение двух недель, и карточки воинского учета, которые теперь необходимо с определенной периодичностью сверять с военкоматом. С момента, когда у нас будут действовать электронные повестки, например, то, соответственно, кадровый электронный документооборот у нас будет полностью применяться и в этих конфигурациях при работе с военкоматами. Снова переключаемся с вами на наши слайды. Вот. И поговорим вот о чем. То есть, по кадровому электронному документообороту КЭДО, ну, небольшая история. То есть, началась она в 2020 году, с 5 мая Минтруд запустил эксперимент, и основанием для этого эксперимента стало 122-е ФЗ от 2020 года. Соответственно, первоначально это было просто как дополнительная сервисная возможность, то есть, можно было всю кадровую документацию ввести в электронном виде без бумажного сопровождения. Ну, и позже приказом президента Владимира Путина был подписан закон 377 от 21 ноября, который закрепил применение кадрового электронного документооборота. И, собственно, вступление в силу было в следующем порядке. Для организаций, которые в добровольном плане перешли на применение этого эксперимента, это вступило в силу с 16 ноября 2021 года. Для всех остальных это действовало от 21 ноября, то есть, от даты публикации этого закона. Поэтому, вот, обращайте внимание на то, как у вас ведется документооборот кадровый электронный, и, соответственно, чтобы у вас были с сотрудниками оформлены соответствующие документы о том, что, допустим, сотрудник согласился на работу с электронными кадровыми книжками или нет. Ну, соответственно, чтобы у вас первичная документация была в порядке. Ну, и теперь поговорим про самый такой, видимо, нашумевший отчет и документы, где у нас масса проблем. То есть, это отчет ЕФС-1. То есть, название у нее достаточно длинное, сведения для ведения индивидуального и так далее. Ну, сокращенная форма ЕФС-1. И вы видите ссылку на нормативный документ, который утвердил правила заполнения этого отчета. Обратите внимание на номер 245-П. А вот второй 246 от этой же даты – это уже постановление, которое регулирует формат подачи в электронном виде. То есть, этот отчет должен предоставляться в электронном формате. И этот электронный формат отличается от тех, которые применялись раньше. Почему я делаю акцент именно на законодательном, так сказать, обеспечении – это 246-е постановление правления пенсионного фонда. Обратите внимание, что ссылка идет на документ уже реорганизованного фонда. Ну, собственно, больших сложностей с заполнением отчета ЕФС-1 чаще всего не возникает, потому что состоит он из двух разделов. И, собственно, титульный лист заполняется по тем же правилам, по которым заполняются и все другие отчеты, декларации и так далее. А вот последние, дальше, после титульного листа идут разделы 1 и раздел 2. То есть, раздел 1.1 – это заменил 4 отчета пенсионный фонд, то есть, это СЗВМ, СЗВТД, ДСВМ. А раздел 2 – это у нас идет отчетность в соцстрах. Сейчас мы с вами немножечко поподробнее про них поговорим. То есть, форма состоит из титульного листа. Первый раздел вы видите, что должен содержать перечень. И, собственно говоря, раздел 2 – это у нас соцотчеты, то есть 4 ФСС. Но второй раздел у нас до сегодняшнего дня еще находится в разработке и дополнительные изменения в нем еще будут присутствовать. Если мы оформляем какие-то кадровые мероприятия, в том числе и связанные с договорами гражданско-правового характера, то в этом случае нам необходимо этот отчет и получить мы его можем что в ЗУПе, что в ЕРПе, собственно, несколькими способами. Ну, сейчас мы с вами переключимся. Ну, давайте опять же на ЕРПе перейдем. В этом случае нас опять же будет интересовать раздел кадры, только подраздел будет другой подраздел – это электронные трудовые книжки. Поскольку у нас функциональности ЗУПа и ЕРПи практически идентичны, немножко другая компоновка разделов, ну и, соответственно, несколько другой интерфейс. То вот при переходе в электронные трудовые книжки мы с вами можем выбирать по кнопочке «Создать». Ну, понятно, что шапку мы заполняем, то есть выбираем организацию и так далее. И дальше мы с вами выбираем, что нам здесь требуется. То есть, видите, сведения о трудовой деятельности с ТДР или с СЗВТД. А сейчас мы с вами переключимся еще на ЗУП, посмотрим, как это тоже самое выглядит в другой конфигурации. То есть, вот меню, мы переходим в раздел «Кадры», и здесь мы выбираем «Электронные трудовые книжки». При переходе вот мы попадаем в абсолютно такой же интерфейс, как мы только что посмотрели. Здесь у меня есть несколько записей. То есть, мы можем перейти, вот, ну, например, запись человека, который у нас здесь присутствует, открывается, к сожалению, не очень быстро. И на самом деле получить отчет с ЕФС-1 очень несложно. То есть, вот у нас открылась форма «Сведения о трудовой деятельности работников». Вот эта запись формируется на основании кадровых документов, то есть, которые мы на работника создали. То есть, вот видите, он у меня уже сделан. И вот у меня на него сделан договор. Если мы переходим по этой записи... А у меня уже запрет, наверное, да. Вот, мы перешли по этой записи, то у нас открываются сведения по поводу его трудоустройства. И вот мы можем с вами выбрать договор ГПХ, чтобы посмотреть. То есть, видите, здесь у нас есть коды ОКЗ и есть графа «Трудовые функции». То есть, это как раз-таки новые, которые были вот в связи со всеми обновлениями. И мне не хочется переходить в журнал этих договоров, потому что программа достаточно медленно переключается. Мы много времени потеряем. Ну, то есть, смысл, что у нас даты договора, начало договора, окончание договора здесь зафиксированы. И, соответственно, эти сведения мы можем использовать для подачи сведений и в налоговые органы, и в военкоматы. И здесь обратите внимание, что, во-первых, мы можем перейти в карточку редактирования сотрудников. В этом случае мы попадем в договор, там сможем его подкорректировать. А второе, на что следует обратить внимание, кроме вот этих появившихся новых столбиков, это что, если мы с вами добавляем какое-то кадровое мероприятие, ставим в этом кадровом мероприятии флажок «Отразить в трудовой книжке», то в этом случае данное мероприятие попадает, соответственно, во все отчеты. И попутно, если у нас договор, например, не работа-услуг, а, например, авторский или еще какое-то другое, то мы можем использовать документ «Регистрация трудовой деятельности». Сейчас мы с вами вот посмотрели само мероприятие, как у нас отражено, и теперь у нас вот что интересует. Я это закрою. То есть мне теперь нужно получить отчет, как он будет выглядеть и как он будет выгружаться для фискальных органов. В этом случае у меня здесь есть вот какая возможность. По кнопочке «Печать» я могу сформировать как отчет ЕФС-1, так и старую форму СЗВ-ТД. Напомню, что старая форма у нас действовала по кадровым мероприятиям, которые были до 1 января этого года. То есть, соответственно, если мне надо внести какие-то изменения, например, в документы старого периода, ну, может быть, я нашла какую-то неточность или что-то еще, то я выберу СЗВ-ТД. А если у меня кадровые мероприятия касаются этого года, то я буду выбирать уже ЕФС-1. И вот здесь еще раз акцентирую ваше внимание на том, что они имеют разные кодировки. То есть не получится создать отчет СЗВ-ТД, допустим, в ручном редактировании форму изменить, то в этом случае выгрузка будет происходить в старой кодировке, а не в новой. Ну и, соответственно, после того, как мы сформировали, например, вот ЕФС-1, мы с вами можем посмотреть печатную форму и посмотреть, то есть вот она наша печатная форма. И здесь у нас, вот почему еще хочу обратить внимание, что нужно очень подробно, без пропусков заполнять сведения и о юридических лицах, и о физических лицах, потому что все сведения, которые вы внесли, используются либо при формировании титульного листа, либо при формировании персонифицированных отчетов. Ну, то есть вот видите, у меня, допустим, коды по АКВЭД не внесены были при заполнении, то есть вы, соответственно, их видите сразу здесь, и у вас будет выбор, либо бежать в пожарном порядке и заполнять сведения там об организации, либо в физических лицах, либо здесь в режиме ручного редактирования, но у нас вот, то есть режим ручного редактирования формировать уже здесь и распечатывать. Но в этом случае, если мы в ручном редактировании с вами поработали, напоминаю, просто все, наверное, это знают, поскольку пользовались, что в этом случае, как в сказке про золушку, 12 часов карета превратится в тыкву. То есть если мы убрали с экрана введенные изменения, то они не сохраняются, то есть они сохраняются только до тех пор, пока мы видим на экране печатную форму. Отсюда мы можем распечатать с этими изменениями, а вот если мы закрыли печатную форму, то изменения уже не сохранятся. И, соответственно, вот вы видите, что здесь отражается статус застрахованного лица гражданин Российской Федерации. Ну и, соответственно, вот он код выполняемой функции. То есть это у нас трудовая функция, которая имеет кодировку. Кодировка заложена, то есть справочники по умолчанию. Ваша задача выбрать нужный договор, то есть, соответственно, что это будет договор ГПХ, договор авторский или какой-то другой. Так, мы с вами снова возвращаемся к нашим слайдам. И вот какая еще информация. Как я уже говорила, автоматически в форму добавляются сведения о заключении или прекращении договоров гражданско-правового характера. Это мы с вами только что посмотрели. Снова сейчас вернемся к нашей демо-базе. Прошу прощения, не туда переключилось. То есть это зуби мы с вами смотрели. То есть вот начало договора ГПХ, окончание договора ГПХ. Ну, соответственно, вот вы видите эти записи. Возвращаемся к слайдам. И, соответственно, напоминаю, что чтобы у нас отражались договора ГПХ, нам надо проставлять в настройках флажок «Отразить трудовую деятельность». Это раздел зарплаты, договора, в том числе авторский. Мы с вами только что туда ходили. И код ОКЗ мы с вами посмотрели на титульном листе отчетности. Но это то, что автоматически, то, что не надо как бы регулировать. И напоминаю вам, что это классификатор. То есть когда вы выбрали договор, эти коды подставляются автоматически и, соответственно, просто нужно обращать внимание, то вы подобрали или не то. Потому что когда вы просматриваете печатную форму, вы уже можете видеть, так сказать, графическое отображение информации, в случае чего на этом моменте можно, ну, скажем так, поймать ошибку. Если что. По срокам, еще раз хочу обратить внимание, что ЕФС-1 мы сдаем по кадровым мероприятиям, которые произошли в этом году с 1 января. Есть общая дата сдачи отчетности, это 25 число. По кадровым мероприятиям мы заполняем подраздел 1.1. И в этом случае подаем не 25 числа, а, соответственно, на следующий день. Ну, то есть вот вы видите здесь ссылки на то, какие разделы мы подаем какого числа. Ну, практически из этого списка выбиваются только кадровые мероприятия по приему и по увольнению. Это тоже то, что касается периодов сдачи. Ну, как вы видите, допустим, за декабрь мы создавали еще СЗВМ, сейчас мы уже создаем ЕФС-1. И уточняющие сведения мы создаем в старом формате, то есть то, что мы только что с вами посмотрели и поговорили, то есть до 1 января этого года. Еще одна тонкость. То есть поскольку ЕФС-1 – это отчет новый, сдается он в Социальный фонд России, то есть Объединенный фонд, в законодательстве указано, что подавать его – это обязанность работодателям. И, соответственно, в этом случае возникает интересная коллизия, что конкретные работники, которые должны формировать эту отчетность, ну, и подавать, допустим, здесь не указано, то есть не указано, что это должны быть финансисты или бухгалтера, или кадровые работники. Поэтому есть возможность делегировать, скажем так, делегировать полномочия, ну, например, чаще всего возникающая ситуация – это кадровые какие-то мероприятия, поэтому эту часть можно делегировать кадровым специалистам. А все, что касается расчетов, начисления взносов, то, что связано с начислением заработной платы и фонда, соответственно, это можно делегировать бухгалтере или конкретному работнику, например, главному бухгалтеру. Единственное, про что не стоит забывать, это то, что если вы делегируете полномочия по заполнению каких-то видов отчетов, то для сотрудника, который будет подписывать такую отчетность, необходимо проверить, есть ли у него полномочия для подписания такой отчетности. Ну, во-первых, это может быть квалифицированная электронная подпись, в этом случае нужно проверить ее действительность, то есть не стекли срока и так далее. А второй момент – это, если выбирается НИКЭП, то должна быть оформлена машина, читаемая доверенность на данного сотрудника. Здесь обратите внимание, что этим обязательно нужно заботиться и обязательно проверить действительность подписей, потому что с июля 2021 года вышло законодательное обоснование, в каких случаях фискальные органы могут признать вашу отчетность непредоставленной. То есть, несмотря на то, что вы ее отправили в нужном формате, отправили ее в соответствии с формами, которые действуют, вам может прийти от налоговой инспекции уведомление, что ваша отчетность признана непредоставленной. Случаи, которые обозначены для такого возврата – это то, что отчетность подписана неуполномоченным лицом, то, что отчетность подписана лицом, которое дисквалифицировано или про которое в ЕГРУ имеется запись о том, что предоставлены недостоверные сведения. Поэтому, если мы говорим про делегирование полномочий по заполнению и сдаче отчетности ЕФС-1, то есть конкретных ее разделов, то этому надо будет уделить пристальное внимание. Ну и, естественно, раз у нас появилась новая отчетность, у нас появилась и, скажем так, усиленная административная ответственность, ну, то есть меры контроля. Соответственно, по отчетам, которые касаются заработной платы, персонифицированного учета, здесь у нас штрафы, ну, в общем, скажем, не настолько все печально. Есть пункты, которые остались без изменений, но и есть плюсы. То есть за непредоставление в срок или предоставление неполных или недостоверных сведений штрафы остались, как и в прошлом году, 500 рублей за несоблюдение порядка сдачи в виде электронных документов. Обращаю ваше внимание, именно электронных документов. Введен штраф в 1000 рублей. То есть если вам положено было сдать в электронном формате, а вы вдруг отправили письмо, то штрафные санкции у вас составят в 1000 рублей. Если у вас штрафы возникли по второму разделу, то есть отчет, который был раньше 4 ФСС, и для соцстраха сдавался. Вот в этом случае штрафы остались те же, но они были достаточно неприятные. То есть за нарушение сроков штраф был 5% от начисленной за последние 3 месяца отчетного периода суммы. Но ограничение стояло не более 30%. Но если у вас, например, предприятие достаточно большое и списочная численность сотрудников большая, то согласитесь, это была достаточно существенная сумма. Но и не менее 1000 рублей. Вот это тоже была сумма неприятная, поскольку если у вас маленькое предприятие, которое содержит, например, 2-3 человека, и отчисления, которые должны быть за текущий период, например, составили 300-400 рублей, то согласитесь, с 1000 заплатить уже тоже было бы обидно. А теперь, ну, как бы небольшая изюминка, что если вы по срокам, то есть в прошлом году срок для уплаты штрафных санкций был 10 дней, в этом году штрафные санкции должны быть уплачены в течение 20 дней. И если вы уложились в этот срок, то есть заплатить штрафные санкции до 20 дней, то в этом случае по аналогии с ГИБДД вы можете заплатить не полностью сумму штрафа, а только ее половину, то есть 50% скидка. Соответственно, если у вас, например, пришло требование какие-то пояснения или исправления внести отчетность, то здесь тоже ничего не изменилось, как в прошлом году, но напомнить хочу именно про ритуал предоставления исправленной отчетности. Вы можете исправленную отчетность посылать, естественно, и по требованию, если вам пришло требование о внесении изменений, и если вы нашли самостоятельно какие-то ошибки. Но здесь важно соблюсти порядок действий, то есть вы должны сначала исправить облагаемую базу, затем пересчитать начисления с этой базы, затем вычислить недоимку, которая у вас возникла, и заплатить ее. И только после этого вы можете уже приступить к отправке отчетности, потому что в противном случае, если вы сначала отправите отчетность, а потом проведете платежи, то в этом случае, к сожалению, штрафа вам не удастся отвертеться. Еще один момент, на который мне тоже хотелось бы обратить внимание, это мы сейчас с вами посмотрим на слайдике. У нас уже, к сожалению, времени переключаться не будет, по работе именно с договорами, которые мы создаем с работниками. То есть когда вы принимаете работника по ГПХ, в этом случае договор будет выглядеть как на интерфейсе, как на слайдике вы видите картинку, и на что нужно обратить внимание, на то, чтобы вот в этом поле проставить чекбокс, то есть отражать трудовую деятельность в электронном формате. И, соответственно, вот наш код ОКЗ, который мы с вами уже смотрели, то есть это трудовые функции, код трудовых функций. Соответственно, когда вы ставите флажок здесь, и вот здесь выбираете вид договора, здесь у вас появляется выбор, какой договор вы должны использовать. И, соответственно, в кадровых мероприятиях вы должны выбрать код категории, то есть, соответственно, кто ваш сотрудник, гражданин России или иностранный гражданин, ну, то есть вот тоже, о чем мы с вами уже поговорили. И обратите внимание, чтобы в трудовой функции не было пропуска, была заполнена именно вся информация, которая должна быть. Мы с вами вот это мероприятие уже смотрели, когда переходили в демобазу. И еще один момент, который мне хотелось бы, это вот табличка, которая показывает штрафы, про которые мы с вами тоже только что поговорили. То есть вот в 2023 году, как вы видите, срок уплаты штрафов у нас составляет 20 календарных дней, 50%, если вы уложились в установленный срок. И как нам избежать ответственности за какие-то ошибки в отчетности, если их нашли либо мы сами, либо нашли фискальные органы. И еще один момент, это мы с вами сейчас переключимся на базу ERP. И вот про что поговорим. То есть у нас в базе ERP и в базе ZOOP есть раздел, ну, например, сейчас мы с вами перейдем в раздел зарплата, как вы видите, здесь у нас интерфейс, расчеты, отчеты, все начисления и сервис 1С кабинет сотрудника. Абсолютно точно такой же интерфейс у нас есть в меню ZOOP. То есть вот он наш, наша зарплата. И вот он у нас абсолютно такой же, как вы видите, интерфейс. Вот у нас сервис кабинета сотрудника. То есть это сервис, который, в принципе, в этом году стал очень актуальным, но и получил более широкое развитие и доработку. То есть если мы просто переходим по ссылке, мы попадаем в такое диалоговое окно для подключения этого сервиса. Вот по ссылочке более подробно о сервисе мы с вами можем посмотреть очень приятную, корректную информацию про то, для чего, что позволяет делать и так далее. И, соответственно, поля, которые надо заполнить для того, чтобы подключиться к этому сервису. Более подробно вот по ссылочкам можно посмотреть. И подключается на самом деле просто вот клавиша подключить, и у вас готово счастье. И счастье это позволяет сотруднику, не дергая бухгалтерию или кадровые отделы, получать всю информацию, ну, то есть, например, справки 2НДФЛ, справки об остатках отпусков, о заявлениях, когда подано на отпуск. Ну, то есть получать справки, которые раньше формировали либо кадровики, либо бухгалтера. И это на самом деле очень сильно экономит время работников. И еще один момент. У нас есть еще один раздел, где тоже присутствует название кабинет, только уже не кабинет сотрудника, а личные кабинеты самого предприятия. Переключимся с вами на ERP снова. И в этом случае у нас с вами в разделе регламентированный учет есть блок 1С отчетность. Вот оно. И здесь у нас есть личные кабинеты. Регистрация на них тоже очень несложная. То есть для этого достаточно перейти по ссылке. Ну, во-первых, еще вот видите, программа сама себя хвалит. То есть говорит, какая она умница, потому что 1С отчетность – это не только название блока, но это название дополнительного сервиса, который позволяет вести прямой обмен с фискальными органами. То есть обычная система, к которой мы привыкли, это когда мы посылаем, выгружаем отчетность в отдельный файл. Этот файл пересылаем операторам электронных каналов отчетности. И уже операторы пересылают на сайт, например, налоговых органов вашу отчетность. Ну и, соответственно, обратный ответ точно так же проходит вот эти стадии. Когда вопрос касается того, что вы получили требования налоговых органов о том, чтобы должны внести либо поправки, либо подтвердить, что ваши данные верны, и дать пояснение, особенно если пришло уведомление, что ваша отчетность признана непредоставленной. В этом случае у вас есть 5 дней для подачи ответа, возражений, то есть для обмена информацией. Если вы из этих 5 дней дополнительные 2 дня тратите на пересылку, то согласитесь, у вас будет гораздо более напряженный график, чем у ваших коллег. В этом случае мы можем выбрать сервис 1С отчетность, почитать по нему можно опять же по ссылочкам, подключиться можно и самостоятельно. И в этом случае вы сможете напрямую сдавать отчетность и обмениваться информацией. Вот видите, достаточно большим списком организаций. Ну, соответственно, ФСС это у нас сейчас объединенный фонд, то есть социальный фонд России, пенсионный фонд. И чем еще полезны личные кабинеты именно организации, что здесь есть возможность работать напрямую со статистикой. Напоминаю вам, что в этом году статистика применяет большее количество форм отчетности, то есть в начале года была достаточно большая рассылка, какие дополнительные формы отчетности организации обязаны предоставлять. И там, собственно говоря, много форм отчетности, которые связаны с заработной платой, с личным составом, с договорами ГПХшными. Ну, то есть то, о чем мы с вами поговорили, и то, где используются новые данные. И вот с этого года вам нужно обязательно проверить, не попала ли ваша организация под выборку, под какие-то выборки, то есть что вы должны задавать дополнительные формы отчетности. И проверить вы можете это через портал ФТС, то есть зайти на Росстат, по вашему ИНН вам сформируется список отчетности, отчетности, которую вы должны предоставлять в статистику. Ну и, соответственно, чтобы не нарваться на серьезные штрафы, сдавать ее нужно вовремя, потому что для статистики 25 число, для единый срок сдачи отчетности не распространяется. А с прошлого года статистика начала применять штрафные санкции, и, например, за нарушение сроков отчетности вы должны будете заплатить до 70 тысяч, а если это у вас повторное правонарушение, то штрафные санкции будут до 150 тысяч. Согласитесь, платить 150 тысяч или 70 тысяч за то, что вы забыли сходить на сайт статистики, посмотреть, в какие отчеты вы попали, согласитесь, будет обидно. Сейчас мы с вами снова возвращаемся к нашим слайдам, и мы с вами возвращаемся на титульный лист. Собственно, возвращаемся мы зачем? Потому что наше время, к сожалению, уже подошло к концу, и я хочу напомнить вам наши контактные данные, то есть электронную почту, телефоны, телеграм-контакты, адрес сайта. И поблагодарить вас за время, которое вы нам уделили, за проявленный интерес. Если у вас возникнут какие-то вопросы, то мы будем рады ответить на них. Их можно задать в любой удобной для вас форме. Естественно, на письменные вопросы мы сможем ответить и более подробно, и более быстро, потому что время, ну, как бы в этом случае у нас не ограничивается, ограничивается временем проведения вебинара. И мы будем рады оказать вам любые услуги, любую помощь, которые касаются программного обеспечения семейства 1С. Приглашаем вас к дальнейшему сотрудничеству, и будем очень рады оказаться вам полезными. На этом разрешите попрощаться. Компания Кодерлайн желает вам хорошего дня, хорошей работы и успехов во всех делах. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok